Я считаю, что сегодня по поручению нашего президента, главы нашего государства Нарсеновича Назарбаева, в стране созданы беспрецедентные меры государственной поддержки. Конечно, наверное, кризис 2007-го прошлых лет показал, что надо поддерживать отечественное производство. И я благодарен лидеру нас и нашему Нарсеновичу, правительству, которое сегодня оказывает беспрецедентные меры поддержки. Именно поддержки производственного сектора, который сегодня в Казахстане, можно сказать, крепчает и производит конечный продукт. В рамках этой господдержки на сегодняшний день я хотел бы выделить особые такие направления, как производительность дорожного карта бизнеса 2020. В рамках этой программы есть разные подпрограммы, есть программа производительность 2020. И, значит, первое, это, значит, субсидирование своих обязательств. Понятно, когда на заре 2004-м году, когда я создавал компанию «Казастрой стекло», первый в Казахстане завод по промышленной переработке стекла, производство энергоэффективных стеклопакетов, у нас кредиты были басосновные, да, там, 16-18-20% годовых, очень тяжело было. А сейчас они оптимизированы практически, да, там, тем более фонд развития предпринимательства «Дому», через них идут субсидии, и получается конечному заемщику там, ну, 3-5% годовых. Это, я считаю, что очень хороший, наверное, стандарт, хорошие вот такие условия, когда, почему не развиваться. И мы в 2010-м году, значит, когда президент объявил о тех мерах поддержки, и правительство начало реализовывать эти меры поддержки, мы, конечно, воспользовались. Значит, первое, что мы сделали, мы субсидировали свои обязательства. Значит, сначала вошли в дорожную карту бизнеса. Наш завод в Алмате, который был построен в 2004 году. В 2009 году началась его модернизация. Полностью мы, значит, увеличили производство мощности в два раза. Вообще, компания «Констроить стекло» за 8 лет выросла в 7 раз. Это, я думаю, хороший показатель для отечественного бизнеса. И именно выросла в сфере производства. До появления компании «Констроить стекло» в Казахстане это был, значит, полностью импорт. В основном, значит, не особого качества продукция, стеклопакеты, стекольная продукция из Турции, из Китая и так далее, из третьих стран. Поэтому, значит, я считаю, что мы программу импортозамещения тоже начали решать. Конечно же, производство – это постоянное развитие. Тем более, стекольное производство – это высокотехнологичное, инновационное производство. И, как я всегда говорю, три круга, концепция трех кругов компании «Констроить стекло», которые включают в себя первое – это безопасность, второе – это энергоэффективность, и третье – это экология, да, экологичность. Поэтому все наши продукции отвечают всем этим требованиям. Все, что не входит в рамки этих трех кругов, мы не занимаемся. То есть, у нас здесь своя философия, своя миссия компании, цели. Поэтому, значит, мы, значит, в прошлом году завершили модернизацию второй очереди, увеличили производство площади в два раза практически, в три раза мы увеличили производство мощности. Помимо, значит, тех мер, в смысле, тех субсидий через фонд предпринимательства дому, мы, значит, был объявлен такая мероподдержка в рамках дорожной карты бизнеса, значит, это государственные гранты. В рамках этой программы мы, нам, нашей компании удалось дважды выиграть. Это в 2011-2012 годах мы дважды выиграли эти гранты. Значит, если в первом случае мы выиграли гранты на общую сумму более 200 миллионов тенге, во второй раз мы уже более 400 миллионов тенге, 450 миллионов тенге. Все эти средства на сегодняшний день освоены 100%, при том куплены, приобретены новейшие технологические, высокотехнологичные инновационные оборудования от производителей, таких как Построник, Ленхард, Лисик, которые производят энергоэффективные стеклопакеты очень высокого качества, с очень большой производительностью. Продолжение следует...